Мы с вами изучаем тему информационного дизайна, дизайна информации в интернете. С чего, в общем-то, нужно, как вообще к этому нужно приходить, с чего нужно начинать? Первое, что нужно, это понять задачу. Это, возвращаясь опять же к первому слайду, но мы уже сюда подходим более комплексно. Понимание, оно указывает то направление, в котором мы будем развивать наше мышление, в котором мы будем генерировать гипотезы, в котором мы будем генерировать тестовые решения. И оно разделяется. Понимание задачи можно разделить на два подраздела. Это зачем, для чего это нужно и где проблема. К зачем можно отнести, зачем продукт заказчику, для кого и что важно. Первый вопрос можно отразить, как в зеркале. Зачем продукт заказчику и что будет, если мы не сделаем этот продукт? Обычно этот контрольный вопрос может повергнуть клиента в шок, но это шоковое состояние как раз и позволяет вот эту стену молчания, которая иногда образуется у клиента, ее пробить и начать двигаться дальше. Это отличный вопрос. Также, для кого, что важно, это уже, в общем-то, вторичные вопросы. Понятно, что мы должны делать продукты для людей, для конкретной целевой аудитории. Что важно, это как отвечали нам в чате, то, что материал выяснить, скорее всего, из какого дерева этот стул должен быть сделан, должен ли он быть обит тканью, ну и прочие-прочие контекстные вопросы. А второе направление – это понять проблему, собрать информацию о технической системе, понять, как пользуются и где болит, понять, в какую сторону развиваться. К чему и вообще этот раздел? Вряд ли у клиента тот продукт, который они создают, ну, допустим, это информационный сайт, вряд ли это новый абсолютно продукт, вряд ли это новый сайт, вряд ли это какая-то супер уникальная посадочная страница или интернет-магазин, которые до сих пор никто не делал. Скорее всего, это просто вещь, которая уже кем-то использовалась, и она просто адаптируется под нужды конкретного бизнеса. И неверным будет начинать решение без понимания задачи. Ну, в частности, вот у нас пример здесь. Давайте сделаем крутой калькулятор на сайте, а зачем? А сделаем параллакс. Круто, но зачем? И вот эти вопросы, о, а мы придумали такую фишку, давайте быстрее ее запускать. То есть, сразу люди акцентируются на создании готового решения, минуя фактор исследования, минуя разделы с исследованием, с проработкой гипотез, с исследованием целевой аудитории. Сразу делай и быстрее на рынок выбрасывай. А потом удивляются, почему 90%, 95% стартапов, они отваливаются, они отмирают. Почему продукты, которые мы делаем, они не работают. И почему интернет-магазины не продают. А теперь мы переходим уже к прикладной основе. В чем задача, брат? Я когда готовил этот вебинар, я очень думал, чем бы проиллюстрировать вот этот раздел. То есть, я сразу вспоминаю диалог Дани Багровой из второй части «Брата». Скажи мне, в чем сила? Ну, там, в деньгах. В чем сила? В красивом дизайне. Каким должен быть дизайн? Красивым, эстетичным. А задача-то в чем? Расскажи мне, что тебе нужно. И здесь это как раз тот блок, на который я хотел бы обратить особое внимание. Это примеры постановки задач. На самом деле, мы регулярно сталкиваемся с такими задачами. Буквально, когда нас жена, муж, родственник, коллега отправляют, может быть, в магазин за хлебом принести что-то или купить бутылку вина, нам всегда ставят задачу. И мы же ведь всегда уточняем у человека, а какой хлеб нужно купить? Свежий, не свежий? Ну, это само собой мы интуитивно это понимаем. Но к постановке задачи мы подходим более-менее интуитивно. Потому что знаем, что будет, если этого не сделать. А вот почему-то, когда мы начинаем решать реальные проблемы для реальных клиентов, для реального бизнеса, мы начинаем факапить. И, ребята, скажите, пожалуйста, вот эта задача, считаете ли вы ее правильно поставленной? Создать плакаты для продвижения сервиса по ремонту смартфонов. Хорошая ли эта задача? Правильно ли она поставлена и сформулирована? Как вы считаете? Можно ли решить эту задачу, вот в таком виде, если отдать дизайнеру, и получите ли вы хороший качественный продукт? Ответы пошли на вопросы. Первый, нет. Ну, такое, а какие смартфоны? Нет, маркетолог не поработал. Идеи как таковой нет. Просто конечная цель. Максим. А ремонт чего? Анастасия. А цель продвижения? Ну, судя по ответам, я так понимаю, что в целом ответ нет, что задача поставлена неверно. Я полностью с этим согласен. И не просто так я перечеркнул красной чертой. Это плохая задача. Непонятно. И по каким критериям мы оцениваем? По каким критериям мы можем это оценить? Почему это плохая задача? Непонятно, почему нужны именно плакаты. Здесь написано четко. Плакат для продвижения сервиса. А почему плакат? Почему мы не можем сделать сайт? Почему мы не можем сделать, допустим, посадочную страницу? Может быть, тут вообще интернет-магазин или мобильное приложение нужно? И в чем особенность сервиса, где будем его рекламировать? Как бы эта задача звучала правильно? Да, она выглядит более громоздкой, но она снабжена фактами. Частный предприниматель создает новый сервис по ремонту смартфонов. Клиенты могут проконсультироваться с мастером о возможности ремонта по телефону прямо в профильных магазинах, продающих технику. Ага, мы уже поняли, что суть этого нового бизнеса заключается в том, что перед тем, как ехать в этот ремонтный центр, можно позвонить технику, узнать какие-то базовые проблемы. Может быть, там можно и без ремонта обойтись. И то, что эти пользователи будут узнавать прямо сразу в магазинах электроники. Нужно рассказать покупателям, пришедшим в магазин, о такой возможности. И теперь даем еще один ответ. Чтобы рассказать покупателям о сервисе, в магазинах-партнерах, продающих технику, возле выставочных стендов с электроникой, размещаем плакаты и прайс-листы нового сервиса. Ну, прочитать вы можете сами, в общем-то. То есть, сразу видим суть бизнеса, на кого нацелена, где будем распространяться, как о нас узнают и как с нами будут дальше контактировать. Такое понимание задачи, оно раз исчерпывающее, вы из него можете подчеркнуть максимум информации, чтобы перейти к следующему. У меня есть еще один пример. Если есть какие-то вопросы, можете как раз сейчас написать в чат. И по поводу второго вопроса, по поводу второго понимания задачи. Создать калькулятор, который поможет маркетологам и менеджерам подбирать размеры, параметры для печати книг и полиграфической продукции. Это понимание задачи, в принципе, исчерпывающее. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, является ли корректным такое понимание задачи и постановка проблемы. Зачем прайс-листы лучше в зитке стандартного размера, чтобы клиент положил его к себе в кошелек? Может быть и так. Максим, а зачем калькулятор? Можно просто примеры показать. По идее, уже вложено в редакторах размеры. То есть, если мы к этой задаче начнем подходить тоже критически, мы тоже поймем, что она плохая. И главное ее... Что здесь главное? Почему она плохо сформулирована? Потому что есть обещание удобства, но нет решения задачи. Непонятно, почему калькулятор решит эту проблему. Может быть, да, как написали в нашем чате. Есть просто наборы готовых каких-то размеров, готовых стандартов, по которым можно считать. И калькулятор в данном случае, он не будет выполнять свою функцию, не будет выполнять свою задачу.